Главная новость это проходящий в городе Хиросима в Японии саммит Большой Семерки. В настоящее время саммит еще продолжается, но в принципе понятно, ясна и повестка, и выводы, которые последуют, точно тоже в принципе понятны. Пропаганду нашу просто разрывает то, что во-первых в городе Хиросима они прям не могут, у них какой-то прям болезненный навязчивый синдром. Они в шоке от того, что Америка может быть в Хиросиме еще и возглавлять какой-то саммит, ну неформально возглавлять. А еще появилась новость, что на этот саммит может прибыть президент Украины Зеленский. Так тут вообще с пропагандой случилось. Как говорится, реактивные двигатели зажигания. Ну а результаты какие будут, это понятно. Мир еще больше консолидируется, еще больше сплотятся в поддержке Украины. Ну и конечно в отношении России будут очевидно обговариваться и прорабатываться новые санкции. Впрочем и без всякого саммита Англия ввела новые санкции, Евросоюз готовится к введению 11 пакета, США тоже ни с кем не согласовывая отдельно вводят свои санкции. В общем уже по понятной схеме, они нам санкции, объединение цивилизованного мира. Ну а мы им в ответ тоже отвечаем. Тоже болезненно и как всегда асимметрично. Внезапно Китай заявила о том, что теперь порт Владивостока будет работать для перемещения внутренних товаров Китая. Это в общем-то практически проходная была новость, однако в понятном ряду. Все больше и больше интеграция. Конечно это будет именно экономическая интеграция, но она будет затягивать все глубже и глубже. Они довольны. Я не имею ввиду китайцев, я имею ввиду этих имперских патриотов, которые рассказывают про такой долгожданный разворот на восток. Там вас ждет много интересных восточных сюрпризов. Но радуйтесь, пока есть такая возможность. И другие ответы тоже есть, не только же с Китаем. У нас же большое международное сотрудничество. Так Россия подписала договор о неразмещении оружия в космосе. Ну в общем как всегда, уже не в первый раз с такими странами. Вот сейчас например с Угандой. И не в том проблема, что это Уганда. А проблема в том, что в Уганде космическая программа, космическая отрасль, да вообще Уганда как космическая держава, в принципе не существует. У нас там уже были подписаны что-то. Бурундия, Буркина-Фасова тоже мощнейшие космические державы. Я думаю, что прежде чем подписать подобное соглашение, Лаврову, министру иностранных дел, пришлось объяснять угандийскому коллеге, что такое вообще космос. И для чего там что-то размещать. И вообще как можно что-то размещать в воздухе. Это же так же это не работает. Первыми нельзя размещать. Вот Уганда точно гарантированно не будет размещать его там первая. Ну это очередной международный успех, как я понимаю. Можно конечно сказать, что традиционный документ и со всеми он подписывается. Да, были времена подписывали что-то с представителями стран Европы, с Америкой, с Англией, а теперь с Угандой. Ну в принципе не хуже. Или вот туризм. Ну понятно, что в Европу направления почти все перекрыты. Ну тоже можно найти замену. И я уверен, тоже не хуже. Так у нас свой очередной безвиз. Россия и Иран синхронно отменяют визы для туристических поездок, ну соответственно в Россию и в Иран. И опять же, проблема не в том, что это Иран. Там живут хорошие, нормальные, обычные люди. Ничем не хуже и не лучше всех остальных. Вопрос в действующем в Иране режиме. Вопрос во всем там мракобесии и откровенном тоталитаризме, который царит в Иране. Конечно, самая лучшая страна для туристических поездок. Ну кто бы сомневался. Но как международный успех? Прям галочку поставить можно. А вот у нас безвиз. Ну и что, что с Ираном? Ну не хуже же. Или вот достойнейший ответ от нашего депутатского корпуса. Председатель Государственной Думы Володин заявил о том, что Макрон, Шольц, Байден, Зеленский – это все люди из глубокого прошлого. Что в прекрасном мире будущего, да, что-то мне это подозрительно напоминает, этих людей не будет. Что в скором времени все станут свидетелями того, как они уйдут на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд. Да, это что-то по Фрейду. Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца – это люди из прошлого. Их не будет в будущем в прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть миру в войну. А, вот как получается. То есть это они ввергли. Здесь вообще можно это слово говорить по отношению к ним? Как это вообще работает? Уже вообще совершенно непонятно. В общем, они ввергли, они во всем виноваты. В общем, как всегда, сделали все именно они. Но Володину, очевидно, это показалось мало. И он, как мастер словесности, решил добавить еще сверху, так сказать, на погоны. Он заявил о том, что английский язык – это язык мертвый. Причем, как интересно, он заявил, давайте будем изучать языки национальные. А что это действительно прекрасная идея. Язык межнационального общения. Ну, в общем, тоже идея вполне себе нормальная. И дальше добавил китайский язык. Давайте будем учить свои национальные языки. Языки межнационального общения. Китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все. Время ушло. А потом завершил, что английский – это мертвый язык. Его время ушло. А как же насчет языка международного общения? Так он нам не нужен. Зачем это? Это уже попахивает каким-то предательством и чем-то, ну, явно таким. Иноагентским. Международный язык – это еще зачем? Да и опять же, по Володину, очевидно из его фразы, что в скором времени языком международного общения станет как раз китайский. И это при том, что в самом Китае, в общем-то, изучают по этому поводу английский. Потому что понимают, что язык международного общения все-таки английский. И в ближайшей перспективе никаких изменений здесь не предвидится. И даже не потому, что там Англия или Америка. Нет. Просто так вот принято. Вот все люди в мире международным языком считают английский. Вот такая вот ситуация. Но только не для Володина. И для других таких же, в общем-то, сказочных парламентариев, которые давно уже носятся с этой идеей, как дурак с писаной торбой, насчет отмены изучения английского языка. Вот теперь и Володин. Английский язык – мертвый язык, да. Ну, не в прямом же смысле. Язык же он, ну как, он не может умереть. Это же не живое создание, правильно? Ну, то есть не работает, да. Вот английский в этом смысле мертвый. А парламент под руководством Володина, он, конечно же, живее всех живых. Ну, собственно говоря, так и есть. Или вот другой депутат Тумусов выдал по-настоящему сказочную инициативу. Сейчас через Думу проходит законопроект относительно бродячих собак. Он, вообще-то, максимально, как бы, как бы это сказать, помягче. Максимально негуманный, что ли. Но даже на фоне вот этого негуманного законопроекта предложение Тумусова, оно просто бесподобно. Он предлагает бродячих собак сортировать на крупных, некрупных, потом еще на агрессивных и неагрессивных. И вот крупных, агрессивных собак отправлять, в общем-то, в зону так называемой специальной военной операции. И ничего, самое главное, эти вещи не дискредитируют. Тумусов вообще он не дискредитатор. Он имперский патриот. Нет, собак, конечно же, перед отправкой будут дрессировать. Представляете, какая радость будет у кинологов. Это просто шок. Агрессивных, больших собак, отловленных на улице, предполагается дрессировать. И вы, смотрите, не перепутайте. Никакой это не дебилизм, нет. Это просто сказочный депутат Государственной Думы. Ну и международные успехи у нас тоже есть. Их прям немало. В основном они лежат в области импортозамещения. Так автодилеры пожаловались на то, что заканчиваются запчасти. Просто не хватает запчастей для ремонта автомобилей. А в авиации теперь новые правила по записи дефектов, которые имеются на воздушных судах. Теперь не как раньше. Просто бортмеханик или обслуживающий персонал просто записывал в журнал все имеющиеся нарушения, отклонения, дефекты. Нет. Теперь все это предполагается делать по согласованию с капитаном воздушного судна как минимум. Представляете себе дефекты, которые будут записываться не просто все подряд, а дефекты, которые перед этим будут еще и обсуждаться. Представляете, как сильно это повысит авиационную безопасность. Я прям так и вижу. Просто мировые стандарты, не иначе. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...